Кыргызстан, Казахстан и Армения стали высокотехнологичными странами. Пошел поток западных технологий на предприятия российского ВПК. И не рассказывайте мне сказки типа, откуда они знают, кому продают. Последние полтора года в мировой экономике произошло немало настоящих чудес, подобных которым до этого никто не видел. Если у той или иной страны не было какого-то сектора экономики, то на его создание с нуля уходили десятки лет и миллиарды долларов инвестиций. Но то было раньше, а сейчас процессы ускорились. И на свет появились рукотворные чудеса. Ну, например, мировым лидером в производстве вина вдруг неожиданно для всех стала Латвия. Вроде бы латыши никогда не производили ничего кроме бальзама. А тут вдруг такой умопомрачительный рост и всего за год. Фантастика просто. Но есть и более выдающиеся достижения, на фоне которых латвийский подвиг ничто. Ну, подумаешь, виноделье. А тут другой уровень. Кыргызстан, Казахстан и Армения стали высокотехнологичными странами. Вдруг всего за год у них появилось большое количество предприятий, которым по зарез нужны чипы и сложная электроника. Вот никогда их не было, а за год взяли и появились. Уже почти две недели представители США и ЕС по санкциям разъезжают по всему миру, в том числе и в странах постсоветского пространства, чтобы ознакомиться с этими чудесами, обменяться опытом и рассказать человечеству, как такие достижения стали возможны. Если отбросить шутки в сторону, то получается очень неприглядная картина. Теперь уже очевидно, международные санкции против России не работают. Все пошло не так, как планировалось. Наверное, все помнят примерно два месяца весной 2023 года, когда ракетные обстрелы Украины стали гораздо менее интенсивными, что явно свидетельствовало о дефиците сложных и высокоточных ракет. А потом вдруг стали пулять ими каждый день, иногда в день по два раза. Калибры, Искандеры, другие менее раскрученные, но не менее смертоносные ракеты. Теперь они у великороссов снова появились в неограниченных количествах. Вероятно, вперед ракетного голода они подсуетились, подкупили кого надо, разработали новые схемы и пошел поток западных технологий на предприятия российского ВПК. Представители ЕС и США по санкциям ищут решение проблемы там, где проще. Ездят по странным прокладкам, вроде Армении и постсоветской Центральной Азии, лидеры которых все отрицают. Да вы что? Какие такие схемы? Мы ни в чем не участвуем. Вот вам крест. Ездят по транзитным странам, вроде Грузии, которые вообще не имеют никаких полномочий. Международное законодательство категорически запрещает странным транзитерам досмотр проезжающих по их территории Грузии, если нет конкретной информации о правонарушении. Однако в любом случае прокладка, она потому и называется прокладкой, что не играет никакой самостоятельной роли. Она посредник между заказчиком и исполнителем. Заказчикам все понятно. А вот исполнители – это очень интересная история. Сегодня уже известны названия европейских, американских и тайваньских компаний, обеспечивающих российский ВПК дефицитными технологиями. Может быть, стоило товарищам по санкционной политике поинтересоваться не столько совестью прокладок, сколько деятельностью своих же высокотехнологичных компаний? Судя по тому, что «Калибры» и «Искандеры» исправно летают почти по расписанию, а информации о судебном приговоре в отношении менеджеров компаний ничего не слышно, «Канвейер» продолжает работать. И не рассказывайте мне сказки типа «А откуда они знают, кому продают?» Все они прекрасно знают, а если не знают, то догадываются. Ну вот давайте пофантазируем. Картина маслом. Вот сидит где-то в Техасе менеджер по продажам крупного производителя электроники. И странное дело, в последние месяцы к нему стали часто захаживать покупатели из Кыргызстана. Почему бы не задать ему себе вопрос, что за такой Кыргызстан, откуда он взялся? Вроде бы раньше о нем никто не слышал, а сейчас такой бурный рост высокотехнологичных производств. С чего бы это? Неплохо было бы ему посмотреть на карту мира и увидеть, что по странному совпадению эта страна соседка России. А оборудование, которое они покупают, до боли напоминает электронику российских танков. Поинтересовался бы крутой менеджер с зарплатой в миллион баксов в месяц в этом самом Кыргызстане, насколько развито танкостроение. Связал бы пару концов и быстро бы понял, что к чему и возможно, семья в Краматорске сегодня была бы жива. Но нет, не то что поленился, просто закрыв глаза на проблему. Бизнес есть бизнес. Дальше ценное приобретение идет в Литву и Латвию. Страны, члены ЕС, давние соседи и враги России. Уж они-то должны понимать, что к чему. Понимают. Но и они в деле. Получать доход и тоже закрывать глаза. А жаль, если бы приоткрыли их хотя бы наполовину, то увидели бы, что суда с военными технологиями, купленными якобы для Казахстана и Кыргызстана, туда даже не заезжают и плывут прямо в Россию. Никому нет дела до убийц и украинских детей. Международное сообщество занято тем, что запугивает прокладки, но при этом спокойно позволяет своим компаниям помогать армии насильников и детоубийц. Вот такие в наши времена санкции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok